Эта сука хочет денег! Поработай в постели, бэйби! Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин. И как вы уже догадались, сегодня мы разберем технику Трил Пила. Ну и рассматривать технику мы будем на примере композиции «Грустная песня». И да, я прекрасно понимаю, прошло уже более четырех месяцев с премьеры данной композиции. Но до меня желание дошло только сейчас. И сразу предупреждаю, здесь будет мат, здесь будут оскорбления. Поэтому, если вы этого не терпите, то, пожалуйста, идите на другие, более толерантные и мягкие каналы. Ну а я начну свой разбор с презентации, которая произошла как раз четыре месяца назад. Это живое выступление Трил Пила. Давайте заценим. И вот сразу плевок в лицо своим ебанутым фанатам. Сразу хочу сказать, если вы фанат Трил Пила, то вы ебанутый. Потому что вы тратите свое время и свои деньги вот за это говно. За говно, которым вас кормит этот бухляж. Вы тратите время и деньги просто за музыку из плеера. Блять! Продолжим. Неужели так сложно попасть в свою же песню? Неужели так сложно попасть в трек, который ты, сука, написал? Причем в простой текст этой песни. Это же не рэп-гад Эминема. Это простая композиция. Композиция с обычным простым битом. С речитативом, как у умственно отсталого. И в это не попасть? Серьезно! И вот, заметьте, толпа. Толпа стоит и смотрит. Толпа не уходит. Толпа снимает. Толпа не кричит, какой это ужас происходит на сцене. То бишь, толпе нравится. Я не знаю, что именно это за мероприятие было. То есть, я про то, что платное это или бесплатное в плане входа. Но, скорее всего, эти люди, которые стоят, смотрят на Трилпила и которые снимают его. Скорее всего, они точно пойдут на платное выступление, чтобы заплатить деньги данному человеку. Клубу, который, видимо, не имеет моральных ценностей. Который впустит к себе такого человека, который просто включает телефон. Он вот так, вот-вот-вот, включает и даже рот не открывает. Микрофон здесь, вторая рука здесь, рот закрыт. Все. А вы за это деньги платите. И время свое тратите. Время, в которое вы можете заработать. Потратить его с умом. Посмотреть, почитать что-то полезное. Нет. Трилпил. Поехали дальше. Даже е-е-е. Он не смог попасть даже в е-е. Е-е-е. Блядь. Он опять не пропел. Он опять не пропел. А люди такие, как... Блядь. Я думаю, всем моим понимающим зрителям понятно, что никакой техники у данного исполнителя нету, не было и быть не может. Потому что даже под свой элементарный трек он не может попасть. Сука, на живом выступлении. Ладно. Окей. Окей. Хорошо. Просто я не понимаю людей, которые туда пришли и продолжают стоять, качать в такт. Они же пришли как бы на живое выступление. Люди ходят на живые выступления, чтобы послушать артиста вживую. А то, что они слышат, это музыка с телефона. И с какой-то невнятной тушей, которая бегает по сцене. Блядь. Я давно не записывал видеоролики на такую тематику, поэтому чересчур эмоционально сейчас подхожу к данному делу. Но просто это музыка. А мы все живем музыкой. И вот как вы думаете, через 200 лет вот Трил Пил будет на слуху? Я думаю, про него нахер все забудут. Будут помнить про Джимми Моррисона. Будут помнить про Игги Попа, про Дейва Гэна, про Лучано Поворотти. Будут помнить, я даже думаю про Филиппа Киркорова. Но про него даже его потомки скажут. Ну нахер. Потому что вот такая песня и все такое творчество такого исполнителя и похожих на него исполнителей. Ну, это как, знаете, как перескоп. Вот он появился, быстро разогнался, а потом схлопнулся. Потому что херня какая-то, где только позиционируют свои полуголые тела. Ну, для лайков и просмотров. Ну, серьезно, что ли. Но это не так страшно. Страшно то, что люди идут на такие выступления и тратят на это время. Опять же, дорогой зритель, скачай Фрукти Лупс. Возьми демо-версию на 7 дней. И ты за 10 минут напишешь минус лучше, чем вот это хуйло толстожопое. А если ты еще перед этим прочитал хотя бы одну книжку, то ты текст напишешь со смысловой нагрузкой в 10 раз тяжелее, чем написала вот эта толстощокая заебалова. Просто я не понимаю, как люди, я надеюсь, которые сейчас смотрят, продолжают меня смотреть и немного переваривают информацию, могут вообще, как такие люди, тратить время на таких исполнителей. Ну, серьезно. Окей, хорошо. Не умеешь ты петь, не умеешь ты читать, потому что, ну, это читкой рэпа не назовешь. Здесь нет ничего сложного. Опять же, бык-тупогуб-тупогубенький бычок намного сложнее, чем вот это вот, эта сука хочет моих денег. Господи. Смысловой нагрузки, опять же, нет. В быке-тупогубе-тупогубеньком бычке больше смысловой нагрузки, чем в моя сука хочет денег. Это тут еще неуважительное отношение. Похуй, похуй, нахуй, блядь. Лехе, похуй, нахуй. Леха, не еб ты похуй. Леха, вообще, бля, нахуй. Короче, я к чему. Смотрите, ребят, рельсы, рельсы. Рельсы, хорошие вы мои. Если уж вы слушаете таких исполнителей, то, блядь, хотя бы требуйте от таких исполнителей, чтобы они на сцене попадали в свой ебаный минус. Потому что если он даже в минус не может попасть, ну, а чем хуже вы, чем он заслуживает ваше внимание, когда вы также можете включить любой трек вообще, любой трек, на любой сцене, просто стоять, пытаться попасть в него своим ртом, и все, и толпа такая, о, мы же знаем эту песню. Похер, что она такая же, как и у нас в телефоне, на айт-клаудах, в Яндекс.Музыке. Похер, что это запись. Ну, там же чувак стоит, он что-то там своим ртом пытается сделать. Ну, наверное, это звезда. Классно, хлопаем, покупаем билеты, оплачиваем ему туры, дома, самолеты, машины, наркотики, алкоголь, правильное питание, и впоследствии хорошее захоронение. Классно, блядь. Итог простой. Подходите критично к музыке. Подходите критично к исполнителям, к выбору данных исполнителей и музыки. Смотрите, как они пудрят вам мозги. И как вы только это заметили, отказывайтесь к чертовой матери. Хватит быть такими скудоумными и узконаправленными, сидеть в своем, блин, в вакуумном кубике. Ну, серьезно, что ли? Почему такие банальные вещи вам должен вещать хер бородатый в шляпе со своей кухней, вашу мать? Серьезно, что ли? На этом все. Если вам такой формат нравится, я готов разъебывать кого угодно, кто сочиняет херовые стихи, кто пишет дерьмовую музыку. Я не про рэп, потому что рэп тоже бывает хорошим. Вся музыка хорошая, но везде свои говнюки, блядь. Вот так. Если вам нравится такой подход, бога ради, поддержите подпиской, лайком и в комментарии кидайте тех персонажей, на кого мне стоит побомбить. Блядь, побомблю с радостью. Во мне злости накопилось. Просто дохуище. Я просто как атомная бомба, которая летит на Хиросиму и Нагасаки. Пиздец всем. Ну, а также не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем деслайк. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...